С дороги города сошел снег и обнажились ежегодные проблемы. Ямы глубиной 10-15 сантиметров. И вместо того, чтобы следить за сигналами светофора и знаками на дороге, водители вынуждены искать пути объезда. Ямочный ремонт в Сарове начался и ведется двумя способами. Первый это когда поврежденный асфальт закладывают кирпичом, выравнивая края ямы. Второй способ, когда дефекты дорожного полотна заполняют смесью старого асфальта и битума из так называемого рециклера. Если есть возможность, температура более-менее близкая к нулю, то виброплита или вручную ногами через фанерку прихлопываем. Правда, сотрудники дорожного предприятия, в отличие от руководства, видимо не в курсе, что уложенную смесь все же необходимо утрамбовывать. На наших глазах смесь заложили и поехали дальше. А вновь заделанную яму на углу улиц Курчатовой и Арзамаской за 15 минут проезжающие машины вновь вернули в привычное состояние. Ни ограждений, ни предупреждений на дороге установлено не было. И как сказал нам представитель ДЭП, если яма опять появится, они приедут и снова будут ее латать. Дорога, ее не закроешь. Ну хоть там, не знаю, раньше был там картон, не могли притоптать, еще что-то такое. Сейчас там просто обратно яма будет через сутки. Такой же глубины. Посмотрим, будет, значит будем переделывать. Каково сейчас состояние дорог в городе в общем и в целом? Я думаю, что плохое состояние. Плохое? Очень много ям. Чтобы содержать дороги города в удовлетворительном состоянии, ежегодно необходимо ремонтировать минимум 10% всего дорожного покрытия. В бюджете этого года заложено 7,5 миллионов. И это минимум в два раза меньше необходимой суммы. И пока финансирование ремонта не будет увеличено, автомобилистам каждую весну придется искать пути объезда на проезжей части. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.